В рейды по городским пляжам выходят полицейские, сотрудники МЧС, представители администрации. Инспекторы выявляют несовершеннолетних, которые приходят на берег без сопровождения взрослых. Практически каждую неделю на воде происходят несчастные случаи. Очередная трагедия произошла, когда готовился этот материал. Репортаж Дарьи Небора. Мы больше не будем, правда. Мы не знаем. А где родители ваши? Мама уехала на другую речку. Замечательно. И она не знает, что вы купаете? Знает. То есть она вам разрешает? Да. На песчаном карьере в районе улицы Богачева школьники не в первый раз. Рассказали, что это место прошлым летом им показали родители. Теперь приходят сюда сами. Купаются, прыгают в воду с железной установки для намывания песка. Не пойду, я не пойду. Не пойду никуда. Не переживай. Не пойду. Да никто тебя никуда не девать к маме отдадут. Слова младшеклассников полицейские проверят в отделе, откуда будут забирать детей взрослые. Родителям грозит штраф за неисполнение своих обязанностей. Если семья уже попадала в поле зрения полиции, ее поставят на учет. Лежите, загораете, ребенок в воде, чуть ли не по пояс. Нас запрещено купаться в части города. Если хотите загорать, приходите загорать, а купаться нельзя. Некоторые просто отворачиваются, даже не памятки не берут, ничего. Просто там не хотим с вами разговаривать и все. Но в основном реагируют положительно. На очереди были пляж базы отдыха «Дельфин» и выход к Амуру на дамбе. Но прямо во время рейда поступила экстренная информация. Во время подготовки этого репортажа утонул еще один ребенок. Дети купались в реке в районе улицы Бойко-Павлова. С профилактического рейда спасатели отправились на место происшествия. Сейчас здесь проходят поисковые работы. Полицейские начали опрос очевидцев. Семилетняя девочка зашла в воду. Взрослые на берегу не успели среагировать, когда ребенок начал тонуть. Профессиональных спасателей поблизости не было. В этом году, как и во все предыдущие, официально купальный сезон в крае не открывали. В этом случае арендаторы береговой зоны освобождены от ответственности оборудовать спасательный пост. Не очищается дно, не огораживается зона для купания. Санитарных врачей беспокоит наличие инфекции в воде. Вода во море, вода в озерах не соответствует по микробиологическим показателям. Потом лето, жара, вода может явиться пусковым фактором возникновения ряда инфекционных заболеваний. В том числе интервирусная инфекция, которая очень характерна именно для нашего Хабаровского края. С начала лета на территории Хабаровского края утонули 13 взрослых и 9 детей. За весь прошлый год на воде произошло 18 несчастных случаев. Дарья Небора, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».